Друзья, всем привет! С вами Татьяна Нагорнова и сегодня у нас очередная косметичка первой половины апреля. Смотрите, я тут приготовила целый короб и я жду, не дождусь, чтобы уже в нем поковыряться и вам показать все, что я себе приготовила на первую половину апреля. Потому что я уже как-то устала и не хочу пользоваться уже прошлой косметичкой марта. Мне прям хочется свои лапки запустить в новую косметичку. Также, друзья, в этой косметичке будет много моих новинок, а еще я хочу себе при помощи макияжа создавать весеннее настроение. Я терпеть не могу зиму, уж простите, кто ее любит, но я жду каждый год тепла и лета, и как только начинает светить солнышко, у меня как будто бы второе дыхание каждый раз открывается. Я так этому рада, поэтому предлагаю это все отметить при помощи весеннего макияжа. Ну что, погнали собирать косметичку! Друзья, по традиции мои ручки в кадре и давайте начинать. Напомню, что я всегда стараюсь убирать какой-то новый продукт, какой-то старенький продукт, которым один год и более, чтобы все продукты в моем макияжном столе расходовались примерно одновременно и ничего в нем не залеживалось. Итак, давайте начнем с продуктов для лица. На первую половину апреля я себе приготовила вот эти две тональные основы. Одна старинка моя от Clorans Tent Heautenu. Ее очень сильно люблю и обожаю. Нравится. Сто раз ее уже показывала, прям нечего мне по ней больше сказать. Вторая, это моя новинка, буржуа. Always Flawless 24 часа. Должен быть тут фулл каверидж, покрытие, стойкий тональный крем. Я думаю, что это подойдет для моей жирной кожи, но пока что мне он совсем не нравится. Надо вам как-нибудь в каком-нибудь видео показать. Но пока не советую, далеко не в восторге я от этого варианта. Переходим к консилерам. Здесь у меня тоже ничего новенького. Как всегда, Shape Tape от Tarte. Обожаю этот консилер, самый любимый на свете. Ну и продолжаю я тестировать вот эту Беку, которую очень сильно любят визажисты в таком персиково-лососевом оттенке. Кстати, этот оттенок действительно классно. Именно темные фиолетовые или серенькие круги под глазами маскируют. Но у меня таких кругов, можно сказать, не бывает. Поэтому я ее не так сильно люблю. Но мне кажется, она может испортиться, потому что она такая жирненькая, влажненькая. И хочу на нее подналечь. Ну и для маскировки прыщиков или, как в рекламе, принято говорить несовершенство, оставляя вот такую шайбу камуфляж от Catrice. В принципе, только ей всегда это и не. В качестве пудры у меня опять мои старинки. Но ничего, девчонки, скоро я вам уже начну показывать новинки. Это новая моя пудра от MAC, которая называется Mineralize Skin Finish в оценке Light Plus. Блин, друзья, я раньше эту пудру любила. У меня где-то две такие пудры были лет 6 назад. И в этот раз, когда я увидела, что на MAC были скидки 30%, я снова ее купила. И она реально крутая. Вот прям действительно советую. Она не западает в поры, блюрит, матирует, но при этом не дает ощущения перепудренности лица. Прям классный фаворит из прошлого. И действительно работает до сих пор. И вторая пудра, я это вам тоже уже показывала, Too Faced Peach Perfect. Хорошо матирует и красиво смотрится на коже, но имеет аромат такого химозного персика. Если вы такое не любите, наверное, вам она не понравится. Хайлайтеров у нас вот такая вещь в этот раз произошла. К сожалению, я не смогла выбрать хайлайтер из старинок, потому что у меня два новеньких хайлайтера. И я знаю, что я точно буду ими пользоваться, потому что они супер-пупер клевые. Первый хайлайтер от Джеффри Стар Косметик. Мне его подарили на 8 марта. Моя подруга, которая знает, что я такое очень сильно люблю и точно буду пользоваться. Смотрите, какой он огромный. Просто вот эта палетка для лица от Vivienne Sabo точно-точно такого же размера. Он реально гигантский. И вот этот оттенок, Peach Perfect, на моей коже смотрится просто великолепно. Он очень сияющий. Но, по-моему, вот этот хайлайтер из серии Skin Frost, по-моему, у Джеффри Стар есть какие-то более экстремально сияющие хайлайтеры. Сложно мне показать. У меня тут цвет такой очень рассеянный. Но как-нибудь покажу в макияже. Действительно, обалденный хайлайтер. В поры не западают. Текстуру не подчеркивает. Очень классный. Буду его завещать своим внукам. Потому что здесь целых, друзья, 15 грамм. То есть точно хватит мне, моим детям. И вот, надеюсь, внуки мои этот хайлайтер наконец допользуют. Ну и второй хайлайтер. Это вот такая новиночка от Vivienne Sabo. Называется Fleur de Soleil. Вроде как это переводится как цветок солнца. Ну или что-то в этом духе. Мне понравилась эта серия своим жизнерадостным желтым цветом. Обязательно сниму на нее обзор. И здесь такая трешка, в которой есть отсек со скульптором и двумя хайлайтерами. Кстати, обман Vivienne Sabo заключается в том, что на сайте Wildberries, где эта коллекция появилась самой первой, эта трешка выглядит по-другому. У нее тут три таких сектора. Вот сюда вставлю эту картинку. И я смотрю, уже люди начали бомбиться и возмущаться по поводу того, что, блин, это не то, что вы нам обещали. И я понимаю негодование. Потому что мне кажется, если было бы три таких сектора, более широких, было бы удобнее кистью набирать тот же скульптор. Ну и давайте посмотрим сами хайлайтеры. Здесь один хайлайтер золотистый, второй немножечко розоватый. Чуть убавила лампу, чтобы вам показать. Но все равно, мне кажется, плохо видно. Друзья, что-то у меня такие яркие сводчи пока что не получается снимать. Я попробую потом на телефон, может быть, это заснять и вам показать. Оттенок скульптора здесь тоже неплохого, такого достаточно холодненького оттенка. Мне кажется, мне понравится. Ну, давайте уже запишу отдельный тест на всю эту коллекцию, отдельный обзор. Палеточку покажу, средства для бровей, для губ. И вот эту палетку для лица, и там мы уже с вами решим, достойна она вашего внимания или нет. Из старенького бронзера у меня есть вот такой вариантик от Burberry. Очень его люблю. Мне кажется, его года четыре. Здесь целых 10 грамм. И для меня это обалденный оттенок загара. Да, это теплый цвет. Это не контуринг, это именно бронзер. И я наношу его широкой пушистой кистью по периферии лица. И это действительно придает моему лицу такой небольшой эффект загара. Ну, и следующий и последний пункт в разделе контуринга. У меня вот такая маленькая, но очень миленькая штучка от Stellar. Пользуюсь уже где-то неделю. Очень она мне понравилась. Вообще, у Stellar, друзья, очень классные скульпторы. Прям советую. Тут тоже такой оттенок, не рыжий. Довольно холодный. У меня этот оттенок, кстати, 0.1. Но в нашем магнит косметики других оттенков и не было. Мне еще понравилось, что это такая очень компактная упаковочка. Если брать с собой в поездки, просто будет обалденный вариант. И тут у нас всего 4,5 грамма. Но так как это бюджетный продукт, то, в принципе, за такую цену 4,5 грамма почему бы и нет. Двигаемся дальше. И на очереди у нас румянчики. Тут я подобрала старенький мой, но супер-пупер любимый оттенок румян от Benefit, который называется California. Вот так они выглядят. Уже 3 года ими пользуюсь нон-стоп, но им их с конца и края нет. И мне кажется, друзья, вот от Benefit нет смысла, наверное, брать... Ой, ярко получилось, потому что на мокрую руку, но на самом деле это такой нежный персиково-розовый оттенок. Очень красиво освежает макияж. Вы как будто бы с ними становитесь моложе. И вот я действительно советую вам эти варианты взять в мини-формате. В Sephora продаются, потому что, ну блин, они бесконечные. Вы даже таким мини-вариантом будете 10 тысяч лет пользоваться, и они у вас никогда не кончатся. И прям будете кайфовать каждую секунду. Второй вариант у меня это скорее пока что разочарование. Это румяна от Charlotte Tilbury. Стоит намного дороже, чем вот эти от Benefit. Но я что-то пока не особо вдохновена ни оттенком, ни тем, как это работает. Но, возможно, мне надо побольше как-то их распробовать. И тогда, возможно, я надеюсь, что я их полюблю, потому что стоили они дорого. И, кстати, разочарование моё заключается ещё в том, что на сайте Charlotte Tilbury по её официальным фотографиям я их вот сюда вставлю. Этот оттенок, а у меня этот оттенок Ecstasy, выглядел совершенно по-другому. И я ждала какой-то яркий освежающий оттенок, а в итоге он достаточно светленький, нюдовый, ну и какой-то на моём тоне кожи незрачненький. Но упаковка, кстати, просто обалденная. Что я себе приготовила для бровей? У меня здесь есть старичок, это мой карандашик от Vivienne Sabo, все про них слышали. Классные карандаши, просто отличное сочетание цены и качества. А из новинок у меня аж целых три продукта. Первый продукт – это маркер для бровей с кисточкой от фирмы Vivienne Sabo. Очень классно он рисует. Хочу дорисовывать так немножечко свои брови в тех местах, где мне не хватает волосков. Стоило где-то в районе 500 рублей, то есть это не супер бюджетно. И вышел этот продукт вот в этой же самой жёлтенькой летней коллекции. Мне он кажется очень интересным, поэтому буду пробовать. Ну и, как сказала, будет макияж про жёлтенькую коллекцию от Vivienne Sabo. Следующие два продукта – это у нас опять Benefit. И взялась я всё-таки распробовать их, вот эту серию для бровей, которую все блогеры хвалят. И, друзья, я к ним присоединяюсь. Просто обалденные гели для бровей. Вот этот оттенок с фиброй. У меня в оттенке 02 теплый блондин. Ну, собственно, потому что я теплый блондин. Я решила, что мне этот оттенок подойдёт. Так и есть. Мне очень нравится. Но если вы холодная блондинка, и если вам нужен оттенок похолоднее, там и такие есть. Поэтому заходите на Sephora и выбирайте свой вариант. И второй вариант – это вот такой прозрачный гель от Benefit. У него щёточка, с одной стороны, подлиннее. И, соответственно, можно все волоски прочесать с этой стороной и нанести сам гель. А вторая, коротенькая сторона, она работает, знаете, по принципу такой палочки. И ей можно придавить волоски вот так кожи и сделать эффект ламинированных бровей. Фиксирует этот гель железобетонно, но при этом не даёт на вашем лице эффекта склеенности. На подводочке в этом месяце я разорилась. И обе эти подводки мне сильно понравились. Первое – это пробник от Benefit, подводка Roller Lash, которая у меня в коричневом оттенке. Друзья, у меня никогда в жизни не было такой красивой коричневой подводки. Это не коричневый цвет, который ближе к чёрному на глазах. Это смотрится действительно таким интересным коричневым оттенком. И под нежные нюдовые макияжи смотрится просто супер классно. Очень теперь хочу её купить в полноразмерном формате. Всё-таки не зря Benefit положила этот пробник, потому что они мне её действительно продали. Вторая подводочка у меня от Tom Ford. И это покупка из разряда психанула. Потому что у меня есть любимая подводка от Maybelline. Вот такая шестигранная. Называется она Hyper Easy. И это подводка с кисточкой. Классно она рисует, всё с ней хорошо. Но, друзья, меня выбесило в этот раз то, что через каждые три недели она у меня засыхает и начинает плохо рисовать. И, соответственно, три месяца это продолжалось. То есть один месяц я купила, три недели порисовала, выбросила. Второй месяц три недели порисовала, выбросила. Третий месяц – то же самое произошло. И всё, я психанула, уже думаю, блин, ну просто она меня подводит уже который раз. И заказала вот такую подводку от Tom Ford, потому что слышала от многих блогеров, что её хватает прям на год при регулярном использовании. Проверим. Мне понравилось, что она достаточно плотно закрывается. Здесь тоже подводка кисточкой. С одной стороны такая, ну, стандартного размера, да, кисточка. С другой стороны здесь очень удобная вот такая микрокисточка. То есть она выглядит реально как такой маленький-маленький карандашик. Тут уже вроде бы фетр, но это не точно. Но ей очень удобно рисовать. В общем, мне прям пока что всё понравилось. Но, конечно же, надо потестировать побольше. Как карандаши для глаз у меня вот такой старичок от OK Beauty в коричневом оттенке. Очень классный гелевый коричневый карандаш. Прям мне нравится эта формула. Не знаю прям. Я ставлю этому карандашику 10 из 10 и, скорее всего, повторю снова. Ну и вот этот карандашик. Это моя новинка от Шарлотты Тилбери. Делала я заказ на Call Beauty. И там при заказе на определенную сумму давали в подарок большую палеточку Stone Rose Beauty. Которая, кстати, 5000 рублей стоит. И вот мне совсем чуть-чуть не хватало до того, чтобы добить, чтобы эту палетку получить. И я заказала этот карандашик в оттенке Barbarella Brown. Ну, нормальный такой карандаш. Но мне кажется, очень, конечно, цена здесь завышена. Ничего в нем особенного нет. И даже точилку мне не положили. Как-то могла Шарлотта. За такие деньги даже не положила точилку. В качестве баз под тенью у меня вот таких два варианта. Одинная база от Анастасии. Eye Primer. Такая выбеливающая. Очень классная. Но я вам про нее рассказывала. И вторая база от Stacey Alex. Stacey Alex называется Matte Glaze в оттенке Shoka Butter. Stacey Alex это белорусский бренд. Я уже снимаю на нее обзор. У меня есть три палеточки и вот такая подложка. Друзья, подложка просто обалденная. Давайте я вам вот тут продемонстрирую, какие у нее есть плюсы. Первое. Она очень классно растягивается по веку. Она вам дает время, чтобы равномерно вот это все нанести, кремовую подложку. Справится даже новичок. Но я думаю и профи будет тоже это полезно. Что можно спокойно, не напрягаясь, придать форму своему макияжу, рисунку тени. И я заметила, что на ней очень стойко тени держатся. Действительно продляет им стойкость. Проще тени наносятся, тушуются. Никаких проплешин не будет. В общем, классная. Оказалось, эта подложечка настолько, что я хочу еще и другие оттенки. И мне она пока понравилась больше, чем сами тени от Stacey Alex. Хотя тени тоже неплохие. В тушах у меня не будет ничего необычного. Месье Биг от Ланком. Отвратительная тушь. Очень сильно мне не нравится. Она у меня отпечатывается. Ресницы склеивает. Получается паучьи лапки. Но хочу ее добить и выкинуть. В общем, из-за этого добавила косметичку. И вот такая коричневая тушь от Стеллари. Вот с таким леопардом. Обалденная тушь. Намного лучше, чем Ланком. Но она у меня старенькая. Я ее покупала прошлым летом. Поэтому тоже, думаю, добью. Классно будет сочетаться вот с этой коричневой подводкой. В общем, никаких с ней нет проблем. Ну и переходим к самому интересному. Палеточкам теней. Из стареньких моих теней, так сказать, я выбрала вот такую классную палетку от Sigma. Здесь прикольные сияшки. Не могу сказать, что это лучшие на свете сияшки. Все-таки, конечно же, это не пэт. Но выглядит вполне достойным, приличным. Ну и мне нравится эта тепленькая розовая гамма. Оттенки увядшей розы. И, кстати, вот этот матовый оттенок главный. Тут был красивый принт этой розы, который дал имя всей палетке. Корде роза. Он тоже очень кремовый. Прекрасно тушуется. И красивый. Покажу вам сейчас чуть-чуть сводчиков. Вот. Посмотрите, какие они жирные, кремовые. И с ними на самом деле очень легко работать. Эта палетка вышла прошлой весной. Ее можно заказать на официальном сайте Sigma, который доставляет в Россию. В общем, я бы вообще присмотрелась к этому бренду. Ну, мне кажется, он очень интересен. Вторая палетка у меня от моего любимого русского бренда Tami Tanuka. Называется Lovely Voice of a Humblebird. Или, по-русски говоря, Дивный голос скромной птахи. И в этот раз Tami Tanuka не стала нас шокировать какими-то вырвиглазными яркими оттенками. И выпустила палетку вот в такой нейтральной, я бы даже сказала холодной, нежной нюдовой гамме. Давайте я первый раз при вас ее посвочу. Конечно же, запишу на нее обязательно обзорчик. Что меня приятно удивило в этом запуске, это цены. Обычно в этой серии палеток Books у нее, у Tami Tanuka очень дорого все стоит. Большая палетка 5 тысяч, маленькие палетки там по 3 тысячи, по-моему, были. В этот раз все было гораздо дешевле. Я уже забыла, сколько я за нее дала. Напишу на экране. Мне кажется, где-то в районе 1800 рублей. Ой, какие красивые сияшки. Просто супер. Единственная критика, от которой просто все бомбились, это то, что она была очень быстро разобрана на сайте. Я сама ставила будильник, без шуток, ставила будильник, чтобы заказать палетку. И это начинает со временем уже раздражать. Tami Tanuka, пожалуйста, добавьте на сайт функцию оповещения. И постарайтесь увеличить ваши тиражи, чтобы всем действительно хватило. Ну и остались у нас средства для губ. Тут у меня новенькая помада от Шарлотты в оттенке J.K. Magic. Подробно ее показывала в видео про Шарлотты Тилбери. Нажмите и посмотрите, если вам интересно. Ну, это такой нюдовый, тепленький оттенок. Мне кажется, очень хорошо подойдет вот под эту Corde Rosum. Вот тут давайте я его попробую. Немножечко он с такой оранжевинкой. Я бы сказала, что вот что-то вот похоже вот прям на эту упаковку палетки от Sigma. И из старенького я подготовила вот эту помаду от Шарлотты Тилбери в ее легендарном оттенке Pillow Talk. У меня ее уже не так много. Тут примерно половину я уже использовала. Но вот хочется мне ей сейчас попользоваться. Поэтому она и попадает в мою косметичку апреля. Ну и практически мы закончили. У меня тут два блеска. Один блеск от Шарлотты Тилбери в оттенке Pitchy Plump. Немножечко с таким эффектом ментола на губах. Классный оттенок. Ну и ничего супер крутого не могу про него сказать. Ну, не знаю. Наверное, не советую. Потому что цена с качеством тут работает не в нашу пользу. И второе. Это называется блеск для губ от Vienso Bo. Опять-таки Fleur de Soleil из этой желтенькой коллекции. Но на губах я бы сказала, что это ощущается скорее как масло для губ. Давайте протестируем его тоже в отдельном видео. Но первое впечатление у меня довольно позитивное и приятное. Ну и, как всегда, напоследок покажу вам свои ароматы. У меня, как всегда, в формате от ливантиков. Ну, блин, люблю я больше разнообразия ароматов, чем вот купить большой какой-то флакон. И у меня будет потом совесть мучить, почему я его не использую, почему у меня на полке стоит. У меня, тем более, под каждый месяц и сезон настроения меняется. Давайте меньше слов, больше дела. Первый аромат это Tubiroses от Laboratorio Olfativa. Действительно, тут аромат Tubiroses, но это не какая-то душная болгарская роза. Здесь роза такая с цитрусовым налетом, с каким-то приятным, возможно, даже грушевым ароматом. В общем, роза здесь где-то есть, но она так хорошо замаскирована. Для меня это очень классный летний аромат. Ставлю вот сюда все его ноты. Пока что для меня это прям открытие среди роз, потому что, ну, не очень я люблю мускусные, тяжелые болгарские розы. Так, следующий аромат это просто нашумевший хит, широко известный среди любителей парфюмерии. Это Clementine California от Atelier Cologne. Тоже легкий цитрусовый аромат, при этом неплохая у него стойкость. И это не просто скучный апельсинный, апельсиновый цвет. К ним тут какие-то непонятные бело-цветочные нотки приплетаются. И уже не так это скучно звучит, во-первых. А во-вторых, он становится из-за этих цветочных нот намного более стойкий. И последний, третий аромат. Господи, как мне нравится его оригинальный флакон. Он такой прикольный и лаконичный. Это Zaka Parfume Pink Molecule 09.009. Друзья, не сильная в нотах, но все молекулы от Zaka Parfume это вот что-то такое интересное и химическое. Но вот именно Pink Molecule здесь как будто бы ко всем этим химическим интересным молекулам, к ароматам чистоты, свежести, чистого белья. Также примешивается легкий-легкий цветочный запах. Напишу тоже вот сюда все его ноты. Если вы заинтересуетесь, мне кажется, вот этот аромат подойдет просто большинству. Потому что он такой нежный, ненавязчивый. И отливантик можно, наверное, купить даже без аттеста. На сегодня это все. Просто посмотрите, какая у нас яркая весенняя получилась косметичка первой половины апреля. Кстати, косметички второй половины апреля у нас не будет, потому что мы с мужем и ребенком уезжаем в Турцию аж на целый месяц. Соответственно, следующую косметичку я буду собирать в наш долгий отпуск. И посмотрим, как мне удастся с этим справиться уже в следующем видео из этой серии. Напишите, какие продукты из того, что я сегодня показала, вам нравятся. На какие бы вы хотели увидеть обзоры. А также, какие продукты из косметики тоже дарят вам весеннее, легкое, солнечное настроение. Ну а на сегодня это все. Большое спасибо вам за внимание. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok